Это прям вот про меня. Все 10 ошибок могу записать на свой счет. Одну ошибку ни в коем случае совершать не буду. Обязательно буду общаться с нашими гостями и делать это по важным поводам. Ну вот в данный момент к нам у нас на связи бизнес-тренер, коуч, психолог, философ, режиссер, документалист, художник Алена Савюк. Алена, доброе утро. Доброе утро у вас, доброе. Ален, ну в 2020 году стартовал проект, о котором мы сейчас поговорим, и он продолжается, продолжается, продолжается под названием «Душа с душою говорит». Вот давайте начнем все-таки с того, что вы расскажете нам о том, в чем суть и ценность самого проекта. Суть проекта в том, что есть художники, у которых всегда очень много картин, работ творческих, не только картин. И есть вторая сторона, это пожилые люди-инвалиды, которые находятся в домах-интернатах. И художники, у которых много картин, и которые рады бы поделиться этим творчеством с кем-то, и чтобы были какие-то зрители. И одновременно есть люди, которые крайне нуждаются в таких эмоциональных работах, в таких картинах, в таком общении. И вот пришла такая идея соединить этих двух людей, художников и людей в домах-интернатах по России. И это как бы основа проекта. В чем его ценность? Ценность его в том, что у нас как бы получается вин-вин, выигрыш двух сторон. С одной стороны, наши художники, которые счастливы подавить свои работы. С другой стороны, наши неискушенные зрители, которые счастливы принять эти работы. И есть еще одна интересная составляющая этого проекта. То, что когда мы привозим эти работы, когда мы их оформляем, и мы устраиваем такой целый вернисаж для наших подопечных. Поэтому проект называется «Душа с душой говорит», когда каждый выбирает себе картину по душе. То есть тот человек, который выбирает картину, выбирает ее по своим ассоциациям, по своим чувствам, по своим эмоциям. И с этой картиной потом уходит, и потом эту картину вешаем ему в комнату. Фикарно. То есть вопрос сейчас такой вот скользкий. Кто придумывает название вообще у вас? Потому что что не название проекта, то прям в точку, то прям вот за живое берет. Проект так случился, что мы даже не знаем. Наверное, это я придумала в свое время. Знаете, как получилось? Получилось таким образом, что впервые мы картины повесили людям, которые лежали в кризисном центре. Это были люди после депрессии, после суицидальных попыток. У них были голые стены, вдруг пришли художники и повесили. Мы решили, что наши души хотят через картины разговаривать с душами других людей, приносить им добро и здоровье. Я уже сказал, что с прошлого года проект реализуется. Причем идея возникла, насколько мне известно, аж в 19-м году. И вот хочется узнать за это время, за этот год наверняка, плюс-минус, где уже реализовался проект, какие-то определенные места? Вы знаете, мы уже прошли большой-большой путь, хотя мы должны были начать в марте прошлого года, но случился ковид, и поэтому мы начали только в октябре. В октябре мы приехали впервые в Ржевский дом-интернат, привезли туда 120 работ. И дальше каждый месяц наш проект участвовал в каком-либо из домов. К нам присоединились Мурманская область, Ленинградская область. Если говорить о Подмосковье, то это Подмосковья, Калужская область, Ивановская, ой, нет, не Ивановская, а... Так, сейчас забыла. Ростовской области пока нет еще в этом списке? Ростовской еще не было, но уже появилась, и мы уже готовы, готовы вам направлять работы, привозить их, и все, и собирать с ваших художников, и уже готовы ехать в дома. А вот, Алена, вот какие ресурсы вообще вы привлекаете для реализации? Вы сейчас упомянули художников, то есть вы привлекаете на местах какие-то, ну, конкретных художников с этих мест. Еще какие-то ресурсы определенные бывают привлечены? Да, у нас есть такие три составляющие, то есть, с одной стороны, это художники, а с другой стороны, это волонтеры, которых мы привлекаем к нашему проекту для того, чтобы можно было... Это автоволонтеры, это люди, которые могли бы приехать повесить работы, которые помогли бы с оформлением. И третья составляющая, это когда нам привносят работы неоформленные, потому что не все художники могут оформить свою работу, мы никому не отказываем, мы принимаем и берем с собой тех людей, которые могли бы нам помочь. То есть, ну, мы условно называем их спонсорами, тех людей, которые помогают нам оформить работу. Это багетные мастерские, это просто люди, которые готовы помогать в таком веценатах, в таком творческом акте. Ален, вы уже год с этим занимаетесь, именно этим проектом, вот с таким воодушевлением вы сейчас рассказываете, наверняка потому, что есть какая-то обратная связь. Но вот поделитесь с нами все-таки от кого, когда, как она происходит, обратная связь? Вы знаете, обратная связь у нас потрясающая, она от художников прежде всего, потому что люди, которые наконец-то нашли возможность подарить свои картины, подарить свои работы тем, кто в этом крайне нуждается, Это просто огромное удовольствие видеть, как это происходит. Это обратная связь от наших подопечных, конечно же, которые живут теперь с этими картинами, разговаривают с этими картинами. Мы слышим и видим от них и от сотрудников домов-интернатов, как, можно сказать, увеличивается эмоциональный наплыв у наших пожилых людей, наших инвалидов, как это важно для них. Теперь это не только комнаты, это ожили холы, это ожили коридоры. Люди, которые не могут ходить в галереи, не могут ходить в музеи, они теперь живут не только с картинами, они общаются с ними, они могут ходить друг друга в гости и видеть. Поэтому обратная связь, она удивительным образом нас вдохновляет на новые действия. Сейчас скажу по секрету, мы подали на президентский грант большого-большого такого «Мы все вместе», если вы слышали об этом. И на «Добро.ру» мы оформили уже все это и надеемся, что нас поддержат и в нашем проекте узнают все больше и больше людей, больше и больше присоединятся. Держим кулачки, пальчики скрестить, надо, не знаю, как еще поболеть за ваш проект. Ну и мы тоже максимально стараемся делать так, чтобы в вашем проекте узнали все. С нами на связи была бизнес-тренер, коуч, психолог, философ, режиссер, документалист, художник Алена Савюк, с которой мы поговорили о проекте под названием «Душа с душой говорит». Алена, спасибо огромное, удачи вам и вашему проекту. Спасибо большое и вам спасибо. Надеюсь, скоро увидимся вживую в Ростовской области.